Летите, никого не попадет. Ну и в ответ на найденное в меня летит посуда, тарелки, кастрюли, чайники, всё, что девушка... Хорошо, что она не цирковая, вот как роза, а то бы ещё и ножи металла была. Ножи металли. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невеста Нелли, Екатерина и Ольга, а жених у нас Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Сергей, 33 года. После долгой семейной ссоры с женой продолжил выяснять с ней отношения в травмпункте, а затем у психолога. Но так и остался непонят. Сергей – топ-менеджер в крупной компании. Гордится разрядом кандидатов в мастера спорта по плаванию. Увлекается горными лыжами и автомобилями. Мечтит научиться летать на дельтаплане. Сергей не заинтересуется девушкой с нарощенными волосами, которая всегда прислушивается к мнению подруг и не уживется с закомплексованной тихоней. Женится на образованной, смелой, сексуально активной красавице, которая знает себе цену, но не завышает ее. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, девочки. Всегда напрягаюсь, когда приходят красивые подружки. Спасибо большое. Я для вас не с пустыми руками. Мы приготовили сюрпризы. И я хотел вам преподвести. Это для вас. Для меня? Да. Спасибо большое. Я с пустыми руками пришел. Прямо истинный джентльмен. Воспитание. Воспитание. Молодец. Сергей, скажите, пожалуйста, а как вы в травмпункте оказались? По причине разбитого сердца или других органов покалеченных? Разбиты были другие части тела. Ой, не пугайтесь, какие? За мной был небольшой грех. Очень небольшой. Жена нашла телефон. Угу. В котором были некие признания от других женщин. О, грешочек, я бы сказала. Грешу-шушушочек. Прямо, ну, невинное все, да? Не, на самом деле я осознаю, что это были неправильные поступки с моей стороны. Ну, он бабник, получается. Ну, я тоже бабник. Ну, и в ответ на найденное в меня летит посуда, тарелки, кастрюли, чайники, все, что девушка... Хорошо, что она не цирковая, вот как Роза, а то бы еще и ножи металла бы вам прямо. Ножи металли. В итоге вся посуда, которая была в квартире, это все было разбито. Все летело, билось об меня. В силу своего воспитания и то, что я никогда в жизни себе не позволял девушку кронуть пальцы. Конечно, пальцем не трогал. Вы девушек другим местом трогали. Зачем вам пальцы-то, Господи, Боже мой? Воспитание прекрасное. Покраснел, малыш. Правильно, давайте сегодня откраснете, все признаете. Разбила головушка-то буйная? Все осталось целое, пострадали руки, так как я отмахивался руками, созлости под дверям, по стенам. Ну, истерика и буйство в нашей квартире продолжалось до утра. Интересно, а вот с таким буйством он выпивает? Это как-то связано, например, в алкогольном опьянении, например, как себе человек повезет? Утром я уезжаю на работу, она остается дома. Я приехал на работу, понимаю, что у меня рука очень сильно болит, я опухала буквально в два раза. Я еду в травмпункт. Бедняжка попала в травмпункт. Сижу в очереди и смотрю по диагонали, через 5-7, сидит моя жена. Кино и немцы. Взглядами друг друга поймали, я улыбнулся, она улыбнулась. Ну, сидели, переглядывались. Ну, выяснилось, что она ногу поранила. Да, то есть она в стекло порезала ногу, я сломал руку. Ну, в травмпункте, по-моему, такая встреча, идеальная судьба. Идеальное свидание, хочешь сказать? Да, прям как будто подарок ему был. Хорошо, это стало поводом для перемирия? Да, мы в травмпункте помирились. Просто мистер и миссис Смит. Молодцы. И стали жить, пожевать и добра пожевать. Вы вымоливали у нее прощение или все было не так? Да, прощение я у нее вымолил, она меня простила. Мы жили какое-то время, но все наши отношения, все наши ссоры за определенное количество лет, они накопились, накопился определенный груз, с которым мы дальше не смогли. Простить, короче, она не смогла. И жить не смогла с вашими этими дурацкими изменениями. В целом, да, мы развелись на хорошей волне, мы развелись уже без истерик. Я осознал свои ошибки, я понял, что для человека очень много сделало плохого. Но я уже сейчас понимаю, что это неправильно, а раньше и мои отношения тоже были с битьем посуды, с эмоциями. А вы к психологу зачем ходили-то? К психологу? Бывала у меня проблема, проблема это общение, общение где-то на стороне, общение с другими девушками. А, в смысле, с изменами, да? Видимо, денег до хрена, вот и ходят по психологам. Я правильно поняла, что приходит мужчина к психологу и говорит, гулящая, что делать? А она ему так... Лети, лети, ни в кого не попади. Не помогла психолог-то? Нет, психолог мне не помог. Только смертушка или уже преклонный возраст, когда за 80 помогает таким, как вы? То, что он ходил к психологу, это уже ненормально. Я не понимаю, я вот не обращался к психологу. Я тоже. Так еще раз же женился. Да? Да, нагулялся, я хотел жениться, я встретил девушку, понял, это мое. Увидел, вначале картинку увидел. И тут она за всех отомстила? А тут, да, месяц такая некая была. Далее полгода я за ней ухаживал. Я ее добился. Ну, а потом самое страшное началось. Она изменяла уже? Вот за руку не ловил. Проблема была, что для девушки есть только одна ценность материальная, а именно деньги. Ну и человек характер, то есть грубый, очень грубый, злой. Видно, что жизнь его все-таки побила, отношения обожгли его сердце, он говорит, и даже в глазах грусть. Сегодня кого хотите? Вот, кстати, по поводу кого хотите. У меня сразу вопрос прям первый. В анкете написано, вы хотите порядочную извращенку. Это что такое? Это девушка, в которой сочетаются абсолютно все качества. Какие качества? Это девушка, которая умеет себя вести. Тебе применять слово, что я какая-то извращенка, да, но как бы я знаю, где себя, как нужно вести. Если она не умеет там готовить. И она должна родить вам детей? Обязательно, я хочу родить. А как же она такими губами извращенными будет детет и целовать? Ничего? Ну, я не знаю даже, что это. Воздушно, что ли? Смотрите, а то вот так вот накаркаете себе. Я все поняла. Девчонки, откуда? Это мои хорошие подруги. Между прочим, это лучшие подруги моей бывшей жены. Мы знакомы более 10 лет. Да, картину вообще. Девочки, а как так получилось? Госфергея крестна моего ребенка, поэтому нас связывают... А вы? Я, ну, 10 лет, можно сказать. Они прожили с женой 7 лет, и мы всегда общались. А сейчас вы дружите с бывшей женой? Конечно. А вы с ней переписываетесь? Нет, переписки нет, дружбы нет, но мы жили в соседних домах. То есть мы каждый день почти виделись на улице. Ну, если я ее встречу, поздороваться, там, привет, как дела? А она устроила свою личную жизнь? Да, она вышла замуж, у нее все замечательные. Видишь, нагулялся и готов к семье. Сереж, я правильно поняла, вы в Москве без года недели, всего месяц? Завтра месяц. Завтра месяц будет? Да ладно, а откуда вы приехали? Родом сам с Якутии, а приехал в Сомск, в Омске, живу с 2001 года. Вы, вам как-то уж прямо поделитесь, какое-то чудо произошло, вам прямо предложили должность топ-менеджера с неплохой зарплатой. Я правильно поняла? Да, но опять же не стоит забывать, что я приехал не из какой-то деревни, где я работал трактористом, то есть у меня достаточно хороший багаж знаний и опыта. Зарплата у вас хорошая? Достаточно хорошая, но это не потолок. Хорошее, но мало называется. Я хочу стремиться к большему. До 100 тысяч? Больше. Мне кажется, что я подхожу. Кроме этого, я еще интересный разносторонний человек, и на многие темы мы с ним сможем поговорить. А давайте посмотрим, как вы сейчас в Москве живете. Давайте. Я предпочитаю активный образ жизни. Мне очень нравятся тканьки, лыжи. Спортом я занимаюсь с самого детства. Дорогая, я хочу тебя обрадовать. Я умею готовить, и получается у меня очень даже неплохо. Субболка мятая, хоть бы для эфира погладил. Конечно, очень плохо, что я этим занимаюсь сейчас одним. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы ты была сейчас рядышком со мной, мне помогала. Либо я тебе помогал. Итак, моя курочка жарится. Осталось совсем немножко. Запах просто опалубенный. Смотри, как это вкусно. Кулинар настоящий. Тут еще вопрос, нужна ли ему хозяйка, раз он такой сам хозяйственный, умничка, и как настоящий шеф-повар какого-то ресторана. Сергей, значит, кого бы я вам рекомендовала? Раз вы в Москве всего месяц, у вас еще с точки зрения хорошего купца, у меня, по крайней мере, много к вам вопросов, чтобы желать ту женщину, про которую вы говорите. Я вам желаю встретить, а я буду содействовать в этом вопросе, москвичку, у которой уже все хорошо, есть прописка, квартира, дом, неважно что. Соответственно, вы женитесь на ней, потому что сейчас женихами проблематично, она вам создаст уют, связи какие-то хорошие, ну, чтобы вы не отвлекались на вот эту жаровню и на все остальное. Не принимай его к себе в квартиру. Пусть он снимает квартиру, продолжает снимать квартиру, а ты свою сдавай. Принимать это ошибка. Потом сядет на шею. Сергей, я тоже хочу сказать, моя интуиция, меня практически никогда не обманывает, вы хороший парень. За вами нет таких гнусных грехов, поэтому я вам желаю хорошую женщину, действительно, пусть будут со связями, пусть будут хорошие родители, которые вас с большим удовольствием примут в семью, где-то помогут, где-то познакомят. Почему нет? Я хочу готовить, я хочу радовать человека, мужчину дома, в семье. Я понимаю, что я к этому пришла. Если дети будут смущать? Да, если честно. А почему? Я очень люблю детей, но я всегда видел своего ребенка. Нет, ну и свои будут. Вот если есть хорошая семья, но ей там где-то в молодости не повезло, есть ребенок, но есть база, есть бабушки-дедушки, которые будут помогать. И вот принципиально прям нет. Знаете, если вопрос данный возник бы... То есть вам не нужно будет тянуть? Да нет, дело не в том, тянуть не тянуть, я смотрю, правда, в глаза. Чужая кровь. То есть я сам себе не хочу, я больше не вру. Все, поняла. И Тамарочка, дорогая. Сергей, конечно, типичный стрелец. Видно, что он стрелец, потому что он своими стрелами стреляет в женские сердца. Вы человек действительно открытый, откровенный, ищете идеала, да? Поэтому вот по-стрелецки у вас много женщин. Средний-то нашу Катю и квартиру заберет. Сейчас у вас период очень интересный. Сатурн вошел в стрелец, и он пойдет по солнцу вот-вот. Поэтому это время духовного переосмысления. В течение двух лет он еще будет пребывать в вашем знаке. И вот самое время, собственно, остепениться. Но я думаю, что для вас это будет это время, когда вы действительно сконцентрируете внимание на себе, на своих достижениях, на карьере. А партнер для вас – это вот свет. Это ангел, который удерживает вас от всех ошибок. И вам ни в коем случае нельзя без семьи, потому что именно партнер даст вам рост. Хотите, знакомьтесь с первой невестой дать. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Нелля. Очень рада нашей встрече. Надеюсь, что мы будем друг другу интересны. Да, спасибо большое. Это тебе, Майк. Спасибо большое, как мило. Нелля, 27 лет. Администратор СПА-салона. Гордится тем, что сама заработала на автомобиль стоимостью 1 миллион рублей. Мечтает полетать на воздушном шаре. Признается, что боится одна ночевать в квартире. Предложение руки и сердца от возлюбленного и письмо от его любовницы Нелля получила одновременно. Не стала выяснять отношения, собрала вещи и ушла. Надеется, Сергею можно довериться. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. То, что она миллион заработала на машину, это она молодец. Как раз под его критерием. Нелечка, как так получилось, что молодой человек признался вам в любви, сделал вам предложение и одновременно растоптал ваши чувства? После года совместной нашей жизни, ну, до этого мы просто общались, встречались 4 года, потом стали вместе жить в его доме. Мы поехали отдыхать на острова, и там все было очень романтично, все было очень красиво. Мы гуляли по берегу океана, он остановился, сказал, что там что-то нашел, ногу поцарапал или еще что-то, присел, начал там что-то ковыряться, я подхожу, говорю, что там произошло, говорю, ногу поранил, и он достает ракушку. Ой, говорит, смотри, какая красивая. Я беру ракушку, смотрю, что это не настоящая ракушка, это какая-то коробочка, открываю ее, и там кольцо. О, боже, у тебя было такое в жизни? А у тебя это? У меня круче было. Заинтриговала. Что там было-то? Да, надо рассказывать. Ну, скажем так, один раз это было на вершине горы, тебя это устраивает. А что понесло-то? И сделал мне предложение один из самых известных мужчин мира, я просто не могу его имя назвать. А ты что, отказала ему, что ли, там на вершине горы? Слушай, ну я не могу тебе рассказывать такие вещи, достаточно того, что я это сказала. Понимаешь, я не могу выворачивать всю свою тайную личную жизнь. Поняла? Это мы здесь с тобой уже, только ничего не показали, не рассказали за 8 лет. А Тамара не выйдет, она не такая. У меня круче было предложение. У меня еще не было, сказать не могу. Слушай, ну потрясающе. Он так и сидит на одном колене, сделал мне предложение, естественно, я очень сентиментальная, я тут же расплакалась, слезы градом, счастье неимоверно. Конечно, я сказала да. Вот так вот произошла наша история. Любви. А по приезду в Москву я выложила фотографию, колечко все в тете. Ну куда же без этого, ну естественно. Да, и вся там большой почливая, как я безумно этому рада. Естественно, да, мы много поздравлений. И вот еще тоже наткнулась на такое поздравление от неизвестной девушки, очень эффектной, красивой. Что я, конечно, безумно рада, что тебе сделали предложение, но я хочу, чтобы ты знала, за кого ты выходишь замуж. Пока ты была в командировке в Новороссийске, я три дня была у него дома, и мы все это время проводили вместе. Послушайте, столько завистливых пиранишек вокруг. Мне пишут такие ужасы, уж мне, господи боже мой, 76 лет, они все пишут и пишут со всякой гадости. Вот они в соцсети. Вот в какой раз я прихожу к выводу о том, что социальные сети очень часто вредят нашим личным отношениям? Простить не смогли, да? Первое время, я просто еще как раз, мне очень повезло, что в это время я находилась дома, с мамой, там, с братом, с сестрой, потому что я думала, что я... Вы знаете, что нервный срыв был до больницы? Нервный срыв был до больницы, я очень сильно переживала, я не могла поверить, у меня было такое, что я думала, господи, ну хоть бы я завтра проснулась, и оказалось, что этого нет. Нет, потому что это все неправда, что это все сон, он так не мог. Нелечка, ну вымаливал прощение, не отпирался? Он вымаливал прощение первые полгода. А как он это объяснял? Он просто пытался хотя бы встретиться и просто мне все объяснить. Не объяснил, не встретились? Я просто приехала, забрала вещи, у него была дома только горничная. Вот жалко, вот хорошая девушка, а вот мужики, вот они, вот их не держишь в ежовых рукавицах, и все. Но ведь через полгода вы с ним встретились, и опять волна, чувства, захлестнили. Да, он подарил мне на день рождения, но я ответила спасибо. Уже подостыла. Уже подостыла, и уже вот с подругами, когда собирались встречать с ним, ну ты же понимаешь, ты там сам уже столько лет с ним вместе, и он молодой, и у него вокруг там столько девушек красивых. Ну вот у всех бывают ошибки, ну пойми, прими, вдруг он там это понял, и больше как бы такого не стоит. Ну в общем, вы встретились, он понял, и вы снова ведь стали жить вместе? Да, сначала один раз приехала, осталась у него, потом... Насколько вас хватило? Все-таки в итоге внутри это было, ну я не могла с этим бороться. А колечко вернули? Колечко нет, но я его потеряла потом. То есть человек тебе предлагает руку и сердце, а с другой стороны ты узнаешь, что человек просто двуличный. То есть ты жила с одним человеком, а через секунду ты узнаешь, что это просто демон во плоти ангела. Скажите, а вы с 14 лет почему работаете? Потому что папа не стал, когда мне было 11 лет, у меня мама одна с тремя детьми, естественно, ей было очень тяжело, и я не могла себе просто позволить, еще и там с мамой брать. А чем зарабатывали? Ну первое время, это естественно по молодости, там и в торговых центрах я промоутером была, давала попробовать йогурты и листовки, помню, бегала, раздавала. Все в студенчестве листовки раздавали, прям бедная, несчастная. Дедушка моя, а ты чего по ночам-то боишься спать? Тогда ты с кем, в смысле, одна боишься, а ты с кем-то сейчас спишь-то? Ну я живу сейчас с братом вдвоем. Мне просто очень важно, чтобы кто-то находился в квартире, потому что если я знаю, что я одна, у меня с детства почему-то это фобия, я не знаю, как это объяснить, мне становится жутко страшно, я не сплю до утра. Панические атаки? Вот, наверное, да. Ну это не значит, что у вас все время кто-то будет жить из родни, из вашего? Может, это такой тонкий намек? Вот это бред полнейший, то, что она не может находиться одна в квартире. У нее образ, 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 милости. Это знаешь, да, это она. Просто я не могу находиться одна в квартире, мне нужен кто-нибудь. У вас есть три бонуса. Скелет в шкафу и семейная тайна или традиция. Что выбираете? Пожалуй, наверное, семейная тайна. В детстве, когда мне было 14 лет, я пережила клиническую смерть. О, Боже. И после этого, да, я была четыре дня в коме, я просто ничего... А вы таблеток наглотали? Да, у меня была в детстве, я просто хотела пойти с подругой на дискотеку, когда я была маленькая. Да, и она сказала, ой, давай попробуем. Я даже не думала, что от таблеток, которые мы пьем для здоровья, вдруг может с тобой что-то случиться. А зачем? Чтобы что? Было весело нам на дискотеке. А подруга говорит, давай сходим. Ну, 14 лет, я вообще даже не думала, что от таблеток может что-то случиться. Хорошо выходили. И хорошо у меня еще друзья, которые поняли, что это как бы... Ну и что теперь? И после этого у меня стали сниться сны, которые у меня... И они страшные, то есть это какие-то жуткие катастрофы, которые происходили. Допустим, вот самолет, который разбился в Египте, самолет, который вылетел на встречную, на дорогу, когда во Внуково разбился. Заранее, что ли, во сне? Заранее, где-то за полгода мне снятся эти сны. И я понимаю, что это сбудется. Интересно, что ей приснилось по поводу сегодняшней передачи? А вот интересно, если, не дай бог, что-то приснится плохое про мужа, ну вот про нашего Сережку, если он, конечно, там садится... Я не снилась. Вы расскажете ему или нет? Ну вот, когда я встречалась с молодым человеком, мне тоже снились сны, что он мне изменял, и я ему это говорил. Но уже у него уже такое, ты задолбала там со своими снами, что ты придумываешь. А мне, например, если снился сон, что мне изменяет муж, я даже не дожидалась с утра. Чтобы он был убил, и у меня даже вопросов не возникал, за что на этом сон? Было бы за что вообще бы убил. У нее не выбили теперь, это вот это теперь кажется. Е-мое, как мне теперь ее квартиру переписать на себя? Вам гадать нельзя, и увлекаться сильно, скажем так, вещами, каким-то связанными с гаданием, тоже ни в коем случае нельзя. Я это не делаю, я просто верующий человек. А вот то, что вы видите спонтанно, это хорошо. То есть вот предупреждение там и мужу, и себе самой, вот в этих снах, это очень хорошо. Сюрприз, покажите. Такого этого не стоит, да. Пожалуйста, Сергей, если я вам не трудно. Так, интересно, что же приготовила девушка ему в подарок? Очень-очень интересно. Самое главное, чтобы не приворошила его. Сергей, я знаю, что у тебя есть мечта полетать на дельтаплане. И сегодня я хочу осуществить твою мечту, пусть не так масштабно, но в какой-то степени мы с тобой немного полетаем. Ты мне в этом поможешь. Пожалуйста, одень очки. Насколько я знаю, в таких шапочках они летают, что пушки не замерзли, не застудил. Так, я в этих очках ничего не вижу. А ничего не нужно видеть, нужно ощущать. Ты будешь моим штурманом? Я буду твоим штурманом, потому что у меня не будет очков. И такой шарфик, он будет у тебя раздуваться, развиваться на ветру. Все будет по-настоящему. Слушай, это так романтично. Смотри, какая шапочка. Посимпатичнее стал, смотри, как он модный. Смотри, как он ее трогает. Ну, по-моему, это очень романтично. Ну, возьми за руку ты ее. Она у тебя сама летает. Вот. Сейчас полетишь, сейчас далеко. Я же вижу, на бою слетать. А ты ноги вытяни, как будто ты это, поварете. Я просто ничего не вижу. А чего не вижу? Да, мы сейчас пролетели просто с какой-то прекрасной страной. Давай помашем. Пока, жених. Спасибо большое. Сама называется, придумала сюрпризы, сама же затушевалась. Девочки, помогите своей подруге, забирайте цветочки. И послушайте, как мы будем вас сейчас обсуждать. Ну, что, девочки, скажете? Вы смотрели внимательно. Сюрприз просто прекрасный сюрприз, мне очень понравился. Сюрприз очень интересный. Нет, а сама по себе, как вам, Нелечка? 27 лет? Сюрпризка очень симпатичная, открытая. Ну, я думаю, здесь вот найдет коса на камень. Почему? Потому что, ну, Сергей у нас очень любит женский пол, да? То есть у него, ну, есть свои какие-то. Я думаю, что Нелли у нее тоже непонятный. А в дырке нет. Я полагаю, девушка очень хорошая, но мне кажется, это все-таки... Она красивая очень, ну, для меня лично. Но я думаю, это не типаж Сергея абсолютно. Почему? А ему какие нравятся? Какой его типаж? Его типаж высокий, очень худенький. Зачем нам Нелю подгонять под какие-то его стандарты? Ты такая какая-то есть, ты красивая, шикарная, эффектная. Девушка очень милая, приятная. Меняются же вкусы. Но меня беспокоит момент. В отношениях такая серьезная у нее, скажем, не проблема была. Как отношения закончились, это измены. И мне кажется, возможно, у нее будет предвзятое отношение к мужчинам. И чрезмерный какой-то контроль, попытки там приостановить, выявить что-то. То есть не будет она? А вы не давайте повода, и ничего не будет. Ой, не болтай. Предвзятое отношение к мужчинам. Я к психологам не ходила, по крайней мере. Ну, ты уже давно готова, 27 лет, уже давно замуж пора. Уже детей даже надо было ни одного народить. Она какая-то тревожная, собственно говоря. Да, она честно рассказала про таблетки. Вы честно про измены. Ну, дура, в 14 лет родители не рассказали, что не все то, что видишь, можно класть в рот. Это опасно. Нужно детям это вдалбливать. Опасно. Ей мама не рассказала, воспитывала одна. Слава богу, осталась жива. Для чего-то ей этот опыт нужен был. Да, не получилось у нее с молодым человеком. Она не стала это терпеть, измену. Молодец. Это тоже ее опыт. Ей 27 лет. Меня абсолютно ничего не пугает. Мне кажется, она будет прекрасной женой. Какой я буду мамой, самой лучшей на свете. Такой мамой, мне кажется, обожает. Ты знаешь, детей, мне кажется, очень. А ты, я не знаю такого человека. Ты выросла в большой семье, я думаю, что ты такую же семью большую хочешь. Нелли Дева. У Сергея Луна в Деве, и я думаю, что он хорошо очень внутренне ее понимает и чувствует. Правда. Больше того, я видела, как вы дернулись, когда она рассказывала историю про измену. И вы, наверное, испугались, что с вами может произойти примерно такая же ситуация. Действительно, большая требовательность делом свойственной. Сори, золоба. Действительно, будет вас строжить. Первые года два вас будет отрадовать, три, а потом начнете в сторону убегать. Проходите, встречайте вторую невесту. Привет. Здравствуйте. Приятным познакомиться. Меня зовут Катя. Ты не стесняйся, не красни, а то я тоже очень буду стесняться и краснеть. Пойдем. Екатерина, 23 года. Модель-стендистка. Гордится тем, что стала призером конкурса чтецов. Ходит в театр, на выставке и катается на коньках. Предупреждает, что в ее доме не будет домашних животных. Мечтает стать телерадиоведущей. Как только Екатерина переехала жить к своему возлюбленному, он тут же превратился в ревнивого тирана. Надеется, что Сергей адекватный мужчина. Здравствуйте. 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 Ну вот худенькая, высокая, все, вот как прям девочки сказали, как ему и нравится. Дорогая моя, а вот до того, как ваш молодой человек превратился в тирана, он был прекрасен, белый пушист? Да, он просто был прекрасен. Ну прям, он мой первый молодой человек, поэтому и стал, наверное, первым молодым человеком, потому что был прекрасен. Ну вот прям красиво ухаживал. Да, очень. Поделитесь, как. Все время, цветочки все время. То есть мне, ну прям девочки, ну скажем так, завидовали. Мне кажется, она немножко меркантильна. Ноутбук вам подарил. Да, то я хотела на день рождения, то я хотела наутбук. Правда, я не пользуюсь им, но хотела. Ну и то и получила. Ну, дорогой подарок, он зажиточный? Зажиточный. Ну как, он стоит почти тысячи евро. Деньги-то есть у него? Для любимого-то нельзя жалеть. Нет, но я имею в виду, что он зарабатывает. Да не было у него денег, консервы сказать. Не было денег. Правда, говори, как есть. Не было денег. Так, не надо такое говорить. Нет, нет, говорите, говорите. Сначала, да, действительно, все было хорошо. Цветы, подарки, конфеты. Потом человек попал в яму, ничего домой не приносил. Яма это что? Долговая? Яма это его состояние душевное больше было, не больше травой. Он не хотел ни работать, ни развиваться. Он сидел на месте и... То есть он программу максимум выполнил, ухаживая, да? Показал все, на что способен, самое лучшее, а потом... Бывают такие. Даже был такой момент, что уже подарки повторялись. То есть она уже перестала цветы выкладывать. Подожди, бриллианты пусть повторяются. Пусть повторяются, пожалуйста. Слушай, ну мне подружки не нравятся, честно. А как долго это все продолжалось? Ну, год продолжалось. Ох, слушай, да. В году 360 дней. Если столько подарков, так потом можно... Подарки были первые два месяца, а остальные... Да нет, подарки долго были, неправда. Подарки долго были, лучше совсем его... Ты про свои отношения, наверное, рассказываешь. А вы ему, в свою очередь, что подарили за это время? Ничего. А почему, скажите? Да нет, неправда, он у меня жил. Себя. Я себя подарила, свое жилье. Своё жилье, правда. Молодость. Себе доставила, конечно. Мне кажется, что подругам тоже приглянулся жених. Он делал вам предложение? Он хотел. Я не готова. Кроме того, что он перестал дарить вам подарки, пусть вот девчонки как-то более доходчиво объясняют. Можно, что там... Можно, нужно даже. Мне кажется, он её залюбил. То есть он очень много ей дарил. Не делай так. Он очень много ей раскрылся весь, а когда у него произошёл какой-то перелом, что-то... Правильно, и какие девочки. Она в этот момент его не поняла. Здесь, конечно, её ошибка. Потому что она жила как королева. Он её залюбил. А вы знаете, что в горе и в радости, что у мужчин бывают проблемы. Мужчины те же люди, как и мы, девочки. У них только физиология другая. Она хищница, девочки. У неё в своей жизни. Какая она хищница. Она маленькая, глупая девочка. Такая хищная сидит. Что стало после леник, как раз? Можно я? Да. Да нет, выбитые двери, выбитые стёкла. Да. Там не существует, а с грехи капли. Я как подруга. При мне он кинул в неё телефон. Я уже перестала. Это когда она его выгоняла из своей квартиры? Или вы у него жили? Это ещё дома. У него, у него жили. Вы москвичи? Да. И он тоже, да? Да. Он не отпускал? Я ему не сообщила, но он бы меня не отпустил. Нет, а в связи с чем были телефоны брошены? Это просто мы с ним ездили на прогулку с ней, и там уже опять ревности начинались. Он кидал телефон. А вы вообще не давали никакого повода? Вообще нет. Но он знает, если он первый, я так умирал. Девочки, объясните. Давала. Ну как, ну что? Ну все мы видим, Катя у нас красивая. Она, когда ей кто-то делает комплимент, она вот так смущается. Вот если бы у меня сделали комбинар, я сказала спасибо и ушла. А Катя, то есть какой-то флирт от неё исходит. Она этого не понимает. Конечно, давала повод. Какая-то вот она быдловатая такая. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. Давайте, наверное, скелет в шкафу. Как молодая, так скелет сразу. Ну давайте. Я бы что-то думала, что на свидание пойдёте. Как раз то, что вы описываете. Худая. Боже, кулак волосатый. Что это значит? Ну, то есть за себя я постоять смогу. Если меня мужчина обидит, то он получит в ответ. Я даже знаю пару приёмов, там, удушающие, рукозолом. То есть за себя постоять смогу. Молодец, какое у вас образование? У меня высшее образование. Ну, высшее какое? В смысле? Специалист. Ну, какой? Ну, специалист чего? А, постановщик шоу-программ. Она дрочонья, мне кажется, это вполне объяснимо к её образу. Покажете ей сюрприз? Да, но нам надо подготовиться. Пожалуйста, девушка весна. Серёж, не нужна она тебе. Зачем? Гони её прочь, скорее. Не нужен ни сюрприз, ничего. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Что вас смущает в Екатерине? Ну, собственно... Рано семью заводить. Мне кажется, гулять и гулять. Просто не потяньте вы её. Мне показалось, она не очень образованная. Да, да, да. Малочитающая. Какой у вас образованный? Ну, специалист. Вот это мне как-то очень резонуло. Ну, как-то некоторые моменты можно было бы, наверное, и подскрыть немножечко. А я думаю, что благодаря её скорпионской природе и некоторым аспектам, которые у неё есть, она скорее потирует. Вот. Она хочет показать себя, может быть, где-то даже... Вот вывалит всю правду сразу и не может объясниться толком. Потому что сейчас ей это ещё не свойственно. Это человек, который разовьётся, ну, к 30 даже позже. Ну, Маша, я уже к твоему чаю пришла. Сюда никто нет, не подсыпал, ничего, пока меня не было. А то сейчас девки из соседних комнат, умри, скотина. Сюрприз готов? Давайте посмотрим. Ну, если вот это спляшет, там нужно будет сцену ремонтировать. Хай! 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 Хорошая подруга! Серьёзно движение, она даже не знает, что здесь девочка, она запуталась. Ой, какой молодой! Пусть будет, пойдём, 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 пойдём! Серьёзно движение, она даже не должна быть снизу. Ну, почему, zas, вы же не дай убилее. По чём будете снизу? Хай! Хай! Заходи, молодой! Всё, ты с нами. Суть вы тебе показали. Нам нужен для Кати мужчина. чтобы она повзрослела ее можно воспитать и из нее можно что-то слепить с ним можно подраться с ним можно что-то слепить что-то сделать свое то есть она у нее еще наш не оформлено ничего совершенно у тебя шанс слепить и жить вот этим вот чтобы не было желание построить семью давай 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 милая скажи спасибо что спасла тебя цветы то ты забыла мне екатерина понравилось ну 23 года мы что хотим от она пришла такая тетка лукери и прямо была идеальна и все направлено правильным вопросом прям как тетку лукери все хорошо живая но да я и хочется немножечко выставиться и показать вот я такая крутая подружки не дали нет все хорошо я считаю что у вас могут быть на машине а пусть правильное пусть он воспитывает а чё готовые хочет вот пожалуйста москвичка есть дальше воспитывай жену под себя вот вот воспитать я про это говорю у него как раз получится воспитать этого человека под себя и и просто окружающие воспринимают всегда не не тем что она есть на самом деле потому что она не умеет выразиться еще понимаете но она реально будет развиваться и я считаю что у них могут быть в нашем да проходите знакомьтесь с третьей невестой здравствуйте сергей меня зовут ольга сегодня ночью мне приснился звездопад а это к скорым изменениям жизни я надеюсь вы станете причиной этих изменений привет здорово я тоже надеюсь это тебе маленький презент спасибо ольга 28 лет ведущий бренд-менеджер в крупном автомобильном холдинге титулованная мисс автоэкзотика с детства занимается танцами и выступает в группе поддержки хоккейного клуба прошлом работала сомелье и мечтает заняться винодели благодаря прошлым отношениям ольга поняла что мужчины тоже люди и женщина бывает не права надеется что сергеев они всегда смогут договориться здравствуйте здравствуйте начать бы я хотела с сувениров с моего родного города город олгоград это очень известный город один из самых длинных городов россии это вам сувениры а моя мама передала с большим уважением но она приготовилась и красиво сказала и выглядит красиво ольга да я все время говорю что мужчины тоже люди моя фраза как вы-то до этого дошли я к этому пришла с связи с моими последними отношения длительность сколько по времени они были не очень длительные были полгода но общались мы с человеком с моим молодым человеком бывших два года можно я розу убью а потом мы продолжим я убью тебя роза невозможно вот это вот сейчас татарская диета и и шуршок а люди принесли по действию во первых розе можно потому что она столько энергии тратит в этом проекте в потрясающем кстати что ешь роза ешь моя курочка а сама потом тоже присоединяешься нет знаешь мне столько сейчас написали в сетях хватит просто открытым хватит жрать особенно после той девочки несчастной которую я колбасу то все здесь хомячу просто на меня народ буквально с кулаками как вы можете сиротки принесли колбасу а вы ее жрали именно возьми меня я заберу тебя с собой сереженька подожди нам подумать надо ты чё так быстро у нас тут ни одного не было тут все замуж дай подумать хорошо а то свои такой нас очень приятное движение души сергей отпугнешь вас же были прекрасные отношения и за океан с ним ездили с родителями он вас познакомил какого рожда не хватало вместе причиной нашего с ним разрыва наверное стало само начало изначально мы понимали что жизнь в разных городах наверное в каком городе вы же из волгограда нет я уже шесть лет живу в москве встречались мы я жила в москве он жил и живет в самаре мне кажется он еще садит батарейка и она просто выключится да и вы стали его перетягивать в москву потому что на расстоянии я он что я просто такой человек я это наверное одна из моих ошибок я очень люблю все и сразу у меня иногда не хватает на что-то терпение я понимаю что это не есть ой смотрите вот когда даже просто соседку в гости приглашаешь ты как минимум должен ну стол накрыть да хоть что-то на что-то пригласить вот когда вы молодого человека не москвичка приглашали жить в москву на что вы рассчитывали может быть у него не было денег не было такой возможности разница возрасте у нас с ним было 11 лет человек вполне состоявший он уже у него все налажено будет квартира работа работа да прекрасно и в планах переехать в москву потому что вам так вдруг захотелось у него не было не входило ну к сожалению да просто в свои 26 27 лет я понимала что отношений на какой-то непродолжительный срок без семьи я не хочу но мне кажется это идеальный вариант я считаю идеальный вариант для сергея то есть отношения были обречены правильно ну я не очень не хотела в это верить а вы требовали прямо вот садились ему на шею я была инициатором разговоров я спрашивала можно даже сказать в лоб как ты видишь дальше развитие наших отношений но на мой взгляд это был нормальный вопрос после определенного срока после знакомства с родителями после а у нас представлял качестве невеста родителям конечно конечно мама сестра это моя невеста мы скоро поженимся такого не было значит вы не невестова ойга сколько если вот только знали и тогда бы камни в мою сторону не летели количество девчонок которым кажется что мы еще молоды и прекрасны в москве ну это не такая милая престижная работа конечно любовь важнее и если есть возможность если зовут замуж ну что это москва все хотят москву москва город больших возможностей а если вы поехали к нему да сам факт что он вас познакомил с родителями уже могло бы что-то сложиться а потом бы поди знай могли бы уже парой будучи да можем и женой переехать и так далее дальнейших планов у него не было на нее она уже родила в голове десятерых детей она по-моему от всех в голове рожает да да уже от этого тоже сидит рожает а вы встаньте вы достаточно худые и высоки да высокая но девочка во вкусе нет вашего друга давайте в глаза почему нет я же говорю а подружка таше это охрипла немножечко да так а не подходит у вас остался один бонус свидание наедине пожалуйста мы пока вас обсудим кристина вы давно дружите уже около пяти лет в чем проблема ольги вот вы как по мне ольга очень хороший человек она очень добрый она очень заботливая проблема наверное в том состоит что она хочет сразу же искренности она не нужен целый комплекс мне кажется она хочет всего много и прямо вот так сейчас не заглядывая на в свой паспорт на дату возраст уже под тридцатник это дофига сегодня для для избалованных мужчин это многие восьмым годам должна уже иметь ну вот сколько ольга может быть запросы немножечко так сказать нет я не думаю что ольги какие-то высокие запросы она очень она согласится на мужчину который у которого нет квартиры в москве да я очень люблю активный образ жизни и я такая натура что у меня очень много может быть спонтанно то есть сегодня пятница могу домой приехать и загореться завтра поехали там в ригу не знаю вату и прыгнуть на машину поехать как ты к такому относишься я прекрасно к этому отношусь я спортом занимаюсь занимаюсь всю жизнь катаюсь на горных лыжах на коньках я обожаю как зимние виды спорта так и летний я плаваю в детстве плавала проходила обучение у тренера занимаюсь танцами всю свою жизнь поэтому я абсолютно не люблю сидеть на месте то есть легкая на подъем мы с тобой можем да да ну правда единственное чтобы это было согласовано по работе чтобы это не было спонтанно как-то нару на планы на карьеру какую-то а так конечно абсолютно за я даже считаю что это пока нет детей и обязательных причин сидеть дома это нужно делать да здорово с тобой согласен полностью мечта вот у нее какая ольга честно она развивается в автомобиле она хочет а кто-то мне надо заняться виноделие на деньги мужа у вас остался еще и сюрприз мне почему-то кажется что она прочитает какой-нибудь стих не знаю такой вот знаешь душевный сергей я испекла свое одно из коронных блюд это шарлотка я не так часто пеку потому что я стараюсь следить за фигурой но это не просто пирог это пирог сюрпризом под одним из кусочков есть сюрприз он готовит и она готовит она мне кажется прям не девушка мечта кстати шарлотка ты очень угадала я обожаю и безумно люблю так вам повезло сюрприз есть а вот видишь это небольшая частичка моего сердца шоколадная конфета которая символизирует о том что частичку своего сердца я вам уже подарила шарлотка попробую красивая хозяйство и 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 Судьбы, как все, как все, Счастья себе прошу. Счастья себе прошу. Молодец! Спасибо, девочки, не забудьте цветы, проходите в комнату, спасибо. Счастья себе прошу. Замечательная девушка, мне очень понравилась. Мне тоже она очень понравилась. А вы не были любовниками с Сергеем? Я? Как вам Сергей и Ольга? Девушка очень спокойная, мне хочется немножко огня. Я видела в его глазах, что огонек зажегся. А про вас я хочу сказать, девочки, вы Сергею карты мешаете, вы его дезориентируете. Понимаете, это он у себя в Омске был звездой с квартиры, со всеми. А здесь он, в общем-то, пока никто и ничто. Извините, такая правда. А вам то роста не хватает, то худобы, то огня, то какой-то затейливости. Здесь Сергею нужно будет доказать, что он способен, что он может. Вот. Поэтому вы в нем сейчас поджигаете и подогреваете вот это эго абсолютно ни к чему. Что в Сергее такого особенного, что вы всех вот так раскритиковали, наших невесток? Нет, никакой критики не было. Просто если объективно, зная, что хочет он, вот, собственно... Да, а я, знаете, 7 лет бредила Брэдом Питтом. Сейчас он мне надоем так, что я уже даже его не упоминаю последний год. Но это же... Я барышня с юмором, поэтому все понятно. Мало ли что мы хотим, есть же еще какая-то реальность. Мне кажется, просто подруги его, наверное, какой-то интерес вообще к нему испытывают. Я все-таки считаю, что Ольгу надо не просто брать, а действительно вот вместе и делать все. Она уже Москву знает 5 лет, поможет и по связям, по всему остальному. Вам не надо ничего объединять. У вас не будет ощущения, что вы на чужой кровать родит развиваете, типа, ну, у вас московская прописка. Вы же тоже все боитесь, чтобы потом вас жена не упрекнула из этой серии. Здесь никто упрекать не будет. Роза правильно говорит. Мы действительно с ним очень похожи. Я думаю, что не очень она вам показалась огнем, потому что действительно земной знак, телец, родилась под знаком телца. Огня в ней достаточно. Я невероятно огненный человек. Человек она, который всю жизнь будет работать, развиваться в работе. Средств у нее будет все больше и больше. Она умеет их накопить, сложить и создать то, что ей нужно. На самом деле человек действительно реально интересный. Вот. И это не единственная остановка в ее жизни, Москва. И в вашей жизни тоже, кстати, должна вам сказать. Поэтому для совместного развития это очень хороший был бы шаг. Советуйтесь. Первая девушка. Мне кажется, ее кризис в отношениях, ее измены, это не то. Вторая девушка, приближенная к последнему бобру, для которой подарки, неважно, зачем они, главное, чтобы они были. Третья девушка, мне кажется, она достаточно пассивная. Хотя и говорит, что она очень активная. Ну, она такая правильная. На духовном уровне она, мне кажется... Скажи хоть про кого-нибудь. Вторая девушка как зовут? Часон, Человек. Катя. Абсолютно бездубная. Мне кажется, это Катя. Анна и Александра, кого вы посоветовали? Я советую Ольгу. Угу. Вы? Я за Катю. Я реально шла сюда с этой целью, думаю, если тебе не понравилось, а мне понравилось, я бы пошла. Я бы сказала, знаешь, что ты мне нравишься. С Нелли не будет много хлопот, но внешне она на вас не произвела впечатлений. Она москвичка, уже процентов 70. Проблем сами по себе автоматом исчезают. Екатерина молодая слишком для вас. Мне кажется, идеальный вариант это Ольга. И возраст. И она соображает, что нужно. А потом у нее есть такие качества, которые для жены необходимы. Я в этом абсолютно уверена. Мне безумно приятно слышать это от Ларисы. Здорово. Я тоже за Ольгу. Объясню, почему. Дело в том, что есть такое понятие неравный брак. Поэтому, конечно, с Нелли, с Катей у вас будет тот самый неравный брак. Вам придется доказывать. За московскую, ну не прописку, но за комфорт. А с Олей как раз вот это вот некое равенство, оно будет присутствовать. По крайней мере, вы как мужчина не будете себя... Вы можете стать для нее испытанием. Честно, если по большому счету. А для Кати, Катю вы построите и сделайте ее той, ну скажем так, какой бы вам хотелось ее видеть. Что касается Ольги, это разностороннее общее развитие. И плюс ко всему, никто из вас в материальном плане не только ничего не потеряет, а сохранит средства друг друга и приумножит. Что неплохо. Поэтому слушайте себя и свое сердце. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Ты моя невеста, и если честно, мне самой... Ну, у меня так репата такая. Мне повезло, только я сейчас потела. Послушайте, у нас не называется программа «Здоровье». Как найти бабу для того, чтобы не залететь и не заболеть на стороне? У нас тут давай поженимся. Сюда приходят люди для того, чтобы в последствии жениться. Я предлагаю всем выйти и поддержать Сергея. Стоим, держим. Ба, а что случилось? Почему вы один? Не судьба? Колька, Колька. Все-таки ты меня послушал. Ты любишь подраться? Мы поедем сегодня за перчатками. О, у всех хорошие предложения. Я не выйду к тебе. Я тебе просто не подхожу. Мы очень чувствуется, понимаешь, такая разница в возрасте конкретно. Ну, ладно. Мне очень было приятно с тобой пообщаться. Спасибо, что меня выбрали. Я тебя всегда приглашу на рынок, и мы с тобой, может быть, там подеремся. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, удачи, придете еще раз.